Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Делайте ваши ставки! Все получится! Вы на что? На линию! Пожалуй, на красное! Черное! Тоже на красное! 27 красное! Черное! Черное! Пожалуйста! На двойку! Ставки сделаны! Спасибо! Ставок больше нет! Спасибо! Думаю, поставить на число! Вы что посоветуете? Подождите! Я так понимаю, что самый большой выигрыш дает зеро? Да! Сколько у вас с собой денег? Всего! Всего-всего! С собой у меня 700 франков! Ставьте их на зеро! Вы с ума сошли это самоубийство! Ни один игрок так не поступает! Ставьте, я вам говорю! Вы хоть знаете, что зеро выпадает один раз на тысячу ставок? Я проиграю оставшиеся деньги! На что я буду существовать, миссинг! Так, тогда я ухожу! Хорошо, хорошо! Я иду на самоубийство! Чтобы вас в черте взяли! 32 красные! 32 красные! Ой, ужас! Ваше господи, месье! Поздравляем вас! Спасибо! 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 Спасибо вам! Всем удачи! Извините, пожалуйста! Делайте вашу ставку! Посмотрим! Ну, как же? Ну, как же? Еще раз! Ты же хотела остановиться! Зачем я только с вами связался? Сам попросился, сам угодно! Играйте! 700 франков, месье! Поставьте все на зеро! Что? Ничего себе! Рисковый человек! Он сумасшедший! Поразительно! Я никогда такого не видел! Ставок больше нет! Спасибо! 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 Нереально! Один шесть за тысячу! Нереально! Прошу прощения! Опа! Опа! Зеро! Это невероятное! Это невероятное! Вот это удачное! Поздравляю вас! Это чудо! Ого! Повезло! Ваши выигрыши, месье! Ваши выигрыши, месье! Это выигрыши! Играй и играй, и все! Один шесть! Не жалко! Повезло сидит! Ну, что вы на меня смотрите, ставьте еще раз! Еще раз! На зеро! Что вы? Что вы? Что он делает? Все на зеро? Левушка, заклинаю! Дай, дай денег! Я подставлю! Я прошу тебя! Нет денег! Надо было раньше думать! Ставьте, ставьте! Зачем он это делаешь? Такая удача! Что же, ты его выбрал? Да! 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 Последние ставки, пожалуйста! Ставок больше нет, спасибо! Ставок больше нет, спасибо! Ставок больше нет, спасибо! Да, риск – благородное дело! Я с вами согласна! Еще! Все, игра закончена! Такого не бывает! Да? Да! Это просто неважно! Что было дважды? Я не ожидала такого! Поменять! Все фишки надо! Надо было ставить! Месье, сумма очень большая! Извольте пройти в кассу! Официант! Подайте, месье, под нос, пожалуйста! Я не знаю, что тебе сказать! Я! Счастливое везение! Благодарю! Фишки не уроните! Поздравляю! Осторожнее! Поздравляю! Поздравляю! Если вам не сказали, я бы не поверил! Поздравляю! Поздравляю вас, месье! Счастливое везение! Счастливое везение! Спасибо! Какой он щедрый! Потрясающее везение! Поздравляю вас! Поздравляю вас! Поздравляю вас! Удачи! Да, вот это везение! Делайте ставки! Мне плохо! Левушка, на его месте мог быть я! Питер, вы слишком азартны! Давай-ка! Не-не-не, ни в коем случае! А то позову Вольфа! Будьте добры! Поменяйте на наличные! Вольф! Честно говоря, я даже не ожидал! Ах! Дорогой мой завсегдатый! Вы заслужили этот выигрыш! Настоящий игрок никогда не ждет удачи! Он бьет ее в лед! Как охотник дичь! Вы настоящий стрелок! Господин Канарис! Прошу! Благодарю вас! Благодарю! Позвольте вам представить мой друг, господин Вольф Мессинг! О-о-о! Да! Примного наслышан! Получите ваш выигрыш! Извините, господа! Господин Мессинг! Говорят, что вы читаете мысли на расстоянии! Это теперь, по-моему, называется телепатия! Животные в совершенстве обладают этим свойством! Я знаю! Я читал Дарвина! Да, в этом смысле мы мало отличаемся от животных! Здесь ровно 907 тысяч 200 франков! Господа! Вынужден вас огорчить! Ваш выигрыш аннулируется! Почему? С какой стати? Потому что люди профессии господина Мессинга не имеют права играть в казино! Какой профессии? Ну, как какой! Тем, чем вы занимаетесь! Чтение мыслей на расстоянии! Внушение других мыслей! Вы не имели права играть в казино! Но я не играл! Не кидал шарики, не крутил рулетку! Я аннулирую ваш выигрыш! Позвольте! Я повторяю, я не играл! Это не мой выигрыш! Но если вы хотите аннулировать выигрыш господина Канариса... Канариса? Вы также можете аннулировать и дальнейшую судьбу вашего казино! Я сделаю заявление для прессы о вашем поступке! Хозяин казино силой отобрал выигрыш у игрока! Это же неслыхано! Не думаю, что после этого у вашего казино хорошо пойдут дела! Не думаю! Хорошо! Но я прошу вас, я настоятельно прошу господина Мессинга Впредь не появляться в нашем казино! Можете быть спокойны! Прощайте! А я ближайшим поездом в Германию! Подождите, Мессинг! Я бы хотел поделиться с вами выигрышем! Возьмите свою долю! 40 тысяч франков! Извините, больше не могу! Мою долю? Я сыграл для вас, господин Канарис! Для себя я играть не стал бы! Но я это сделал в первый и последний раз! Прощайте! Прощайте, господин Мессинг! И помните! Я ваш должник! Я уверен, цельмистер... Люди давно не ходят по магазинам Они давно не ищут их Они покупают И получают реальные деньги обратно За свои покупки в интернете Letyshops.ru Проходи по ссылке в описании И покупай с реальной выгоды Кто же станет твоим другом? Прости! И еще раз прости мне, Олег, Что я не могу поехать с тобой! Вот просто! Пойми и... Прости! Честно говоря, не понимаю! Вы же сами, сами настоятельно требовали Уехать из Европы! А теперь куда? В самое пекло? В Варшаву? Да вы что, доктор? Просто так сложились обстоятельства Мне надо быть с моей семьей Да и ты мне Порядком надоел Знаешь? Я человек не сентиментальный Я... Просто очень привязался к тебе Доктор, если бы вы знали... Ты стал для меня Как сын Все Хватит сентиментов Пожелаем друг другу удачи Удачи, доктор Ну что, приуныли У вас впереди Америка Сайд Гизунт, мой дорогой Гизунта Рейн Я надеюсь Не волнуйтесь, я... Я помню ваши наказы Я знаю Доктор Ну, как же я без вас И помню, Волик Я всегда с тобой Пошла, родимая Спасибо вам Бог нас не оставит Передавайте привет понями Надеюсь, увидимся До встречи Удачных гастролей, Вольф Субтитры создавал DimaTorzok Ну, что я могу сказать, господин рейхсминистр? Мне достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что... Чтобы понять, что... Что передо мною самовлюбленный шарлатан Да, но... Не но... Что но? Но... Шарлатан умный К тому же наделен некими способностями Какими же интересно знать? Что я должен сказать фюреру? Способностями к... Телепатической связи, понимаете? Вот и постарайтесь Выяснить все подробно при близком общении Учтите, доктор Фюрер проявил к нему живой интерес к этому еврею Да-да, я постараюсь, постараюсь А поверьте, мне есть чем его заинтересовать Можете идти Прошу прощения, могу я задать один вопрос, господин рейхсминистр? Я слушаю А вот, если этому мессингу удастся заинтересовать фюрера, произвести на него впечатление, то... Что то? То мне что, дадут отставку? Ну... Совсем не обязательно Один прорицатель – хорошо, два – лучше Привезите мессинга в Берлин, идите Слушай все Скажите, когда господин Мессинг сможет ответить на наши вопросы? Только не сейчас, только не сейчас Мы устали с дороги, у нас репетиция Может, вы можете сказать мне, почему месье Мессинг до сих пор не женился? Неужели во всей Америке он не нашел той, которая смогла бы покорить его сердце? Ну, значит, не нашел И потом, ему некогда жениться Когда маэстро смотрит на каждую женщину, он видит ее будущее И оно его пугает А киль, киль, он ломет каждый вечер под подушку Я видел, что такое такое Месье Мессинг Месье Мессинг Господа, господа, прошу вас, разойдите Дайте дорогу Никаких вопросов Я просил вас, мадам, отойдите Господа, не надо снимать Отойдите, я прошу вас Меня прекрасно зовут в Германии Сколько раз можно просить? Месье Мессинг, вы не поняли Мы с вами коллеги Меня благодарю вас в Германии Спасибо Я хочу предложить вам Вы нам не интересны Это кройки двери Не надо с ним разговаривать Пустышка Хочу предложить вам всем прибыльное дело Сломайте машину, она вас осторожен стоит Я предлагаю вам А кто это такой, этот Ганнусен? А? Ганнусен Твой конкурент, Вольф Он Выступает тот же психологическими опытами Я слышал, он близок к нацистам, к самому Гитлеру Он при нем Вроде Аракул А? Не думай об этом Куда вы спрятались, месье? Кто там? Пам-па-ра-пам Я пришла, как и обещала Ой Кто вы Обещали кому? Пришли к кому? К тебе Простите, вы, вероятно.. Простите, а ошиблись номером Ну что ты Вольф, а как я могла ошибиться? Вы что? Я мечтала о встрече с тобой Вы что делаете Вольф! Я люблю тебя, Вольф! Ты сушил, ты сушил мою душу! Руки! Руки отпустите! Вы что делаете ненормально? Ой, господи, что это такое-то? Ты мой единственный возлюбленный! Вольф, пожалуйста! Ну, милый мой! Мне нужно выйти! Милый мой! Куда же ты, милый мой? Да пустите вы меня! Ой, да господи, кто вы такая? Питер! Вольф! Питер! Вольф, любимый! Питер! Вольф! 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 В чем дело? Ты где был? Я! Ты что, не видел, кто ко мне вошел? Нет. Какая-то дебица ворвалась ко мне, улеглась в кровать, забралась ко мне! Спокойно! Спокойно! Я сейчас вызову полицию! Скорей, давай! Беги за портье! Давай! Господи! Что это такое? О! О! Ой, вы еще здесь? Угу. Ну? Ну, уходите. Ну, иди ко мне, мой миленький. Уходите из моего номера! Вы что? Вы что? Вы что, не шутите со мной? Вон отсюда! Вон отсюда, я сказал! Вы что, позволяете себе? Руки! Отпустите вы меня! Попался? Отпустите! О! Питер! Ты что, она со мной делает? Что вы делаете? Пусти! Помогите! Он меня насилует! Что? Отпустите! Ты что же это? Ты что же это такое? На помощь! Что случилось? Письмо, спасите меня! Спасите меня! Заткнись! Он меня избивал! Кто? Я? Вы побудитесь Бога! Да он меня в номер зазвал! Обещал виновому косить! А сам пытался изнасиловать! Пустите! Это вы набросились на меня как окошко, а я… А кто? Я сказал, заткнись! Маньяк! Сам набросился, как зверь! Пустиша! Да, ну а кто еще? Опять скандалишь! Ты говори, я вас, я вас вижу первый раз, я вас, вас… Ажан, вы ее знаете? А как же? Каждый вечер торчит на лабережной! Пошли вы честно! Отстань! Пошли! В чем я пойду? Он с меня юбку в спальне задрал! Иди оденься! Что? Побойтесь Бога! Вы сами ворвались ко мне в спальню! Ну как тебе это? Ты посмотри, что эта стерва сделала, она его всего расхарапала! Вытри его! Кошка на меня набросилась! Я бы на вашем месте сделал прививку от бешенства! Перестань, Кахметь! А что? Ну где там? Сейчас… Ой, больно! Послушай, ты! Кто тебя подговорил это устроить? Его зовут Ганусом? Мне плевать, как его зовут! Он мне деньги заплатил, а ты мне что заплатишь? Вот, блузку порвал, я за нее пятьдесят франков заплатила! Пошли, пошли отсюда! У меня нет времени, с тобой не могу, господа! Все, 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 правильно, Гитлер, гони их! Сенсации не будет! Уходите, уходите, нечего смотреть! Все, все! Это Ганусом! Кто? Ганусом, это тот сукин сын, это он устроил! От него еще не такого можно ждать! Ну, перестань, зачем ему это нужно? Он спрашивает, зачем подорвать авторитет конкурента? Что может быть лучше, организовать попытку к изнасилованию? О, если бы у него это получилось! Мы бы имели такой алохан коп, такую головную боль! И тогда бы нам мало не показалось! Есть кто живой? Господа, а, я прошу прощения, что обрываюсь без приглашения! Напомню, меня зовут Ганусом, Эрик Ганусом! Не ожидал! Не ожидал я от вас вот такого поступка! Да, жалко, отпустили Ажада! Ничего, надеюсь, они недалеко ушли! Да-да, а что? Послушайте, господин Ганусин, я не люблю ругаться некультурными словами, но все хорошо знают! Лёва! Все! И если вы не хотите, чтобы я послал вас куда подальше, я прошу вас! Оставьте мой номер! Немедленно! Да, оставьте! Покиньте мой номер! Ну, ну, насколько я понимаю, господа Ажаны явятся не сразу. Так почему бы вам, доктор Мессинг, не выслушать суть моего предложения? Какая наглость! Это... Лёва! Лёва, я потрясен просто! Я просто не знаю, куда мне от вас деться! Я... Ну... Что вы хотите от меня? Не вдаваясь в подробности, скажу, что если вы откроете любую газету за последние два-три месяца, то наверняка найдете там мою фамилию, а то и физиономию. Осведомлен! Ну, дальше! Я, как и вы, занимаюсь публичными опытами по телепатии, ясновидению. Ну, и хорошо, если занимайтесь, пожалуйста, я-то здесь при чём? Мы могли бы помочь друг другу развивать наши способности, так сказать, исследовать наш талант. Ну, согласитесь, вам же самому всегда этого хотелось, ну, проникнуть в тайну мозга. Ну, я же вижу, я же по глазам вашим вижу, что для вас это тоже вопрос жизненный. Ну, ведь так, ведь так, ну, ведь так. Простите, пожалуйста, а почему бы вам тогда не заниматься вот этим одному? Да потому что только вдвоём мы сила, только друг на друге мы можем, мы можем проверить результаты на этих наших с вами опытов, так сказать, исследовать суть нашего дара. Вы мой, я ваш, а в результате, в перспективе, если мы произведём впечатление, то нам с вами могут выделить целую лабораторию. Вы только вдумайтесь в это, Вольф, вдумайтесь! Ага, лабораторию? Да, да, именно, именно, лабораторию для научных опытов. В нашей с вами лаборатории будет целый штат сотрудников. Будут учёные, врачи, психиатры, нейрохирурги. Вам не придётся больше выступать на публике, как какому-то цирковому клоуну. Мы с вами будем искать, находить и изучать людей, которых Господь Бог одарил такими же талантами, как нас с вами. Послушайте, Мессинг, да мы с вами сможем неоценимый вклад в науку внести, вам памятник поставить благодарные потомки. Вы понимаете? Да, да, но создание такой лаборатории потребует огромных средств. Да, да, именно, именно. Так вот, должен заявить вам, уважаемые господа, что в результате моей работы я сумел добиться больших успехов. Да, и лидер могущественнейшего государства в мире, сам Адольф Гитлер, приблизил меня к себе и слушает то, что я ему говорю. Я уверен, уверен, он нам не откажет. Я верю в искренность ваших слов, верю. И это мне нравится, и вы тоже. Но не нравится мне одно. Что вам не нравится? Я, я, я честно, я честно рассказал вам всю правду. Что же, что же вам еще не нравится? Канцлер этот, этот ваш Гитлер не нравится мне. Я не понимаю. Простите, но я не понимаю, чем же вас Гитлер-то смущает. А мне кажется, что он хочет от вас чего-то другого. Впрочем, как и от меня тоже. Другого, чего, чего другого, я не понимаю. Ну, в конце концов, Вольф, если, если нам чего-то не понравится, да? Если, предположим, мы почувствуем, что нас обманывают. Мы же можем отказаться в любой момент. Уехать, уйти, ведь так? Ну, ведь так. Ну, в общем, да, это так. Ну, что, Вольф, ну, ну, что, ну, ты согласен? Господа, Жанны, вот этот человек. Уведите его немедленно. Пошли, нет, 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 нет. Сидите, пожалуйста. Питер, я сейчас поговорил с ним, он мне сделал предложение, и я его принял. Вольф, ты с ума сошел? Почему? Вольф, что он мог тебе наплести? Я тебе потом все подробно расскажу. Я думаю, тебе оно понравится. А вы свободны, вы свободны, свободны. Простите, господа, простите. Да, 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 да. Извините меня, ради бога. Благодарю вас. До свидания. До увидимся. Питер, проводи, пожалуйста. Я счастлив. Проводи, пожалуйста. Счастливо. Всего хорошего. Давай, 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 давай. Лёва! Ну, рух ты мой! Поздравляю! Лёва! Вольф, Лёвочка! Человек предлагает мне то, о чем я мечтал всю свою жизнь, Лёвочка! Это же мечта всей моей жизни, лаборатория! Мы создадим лабораторию, Лёвочка! А, да, 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 да. Я надеюсь, вы меня возьмете в свою лабораторию? А куда без вас? Куда без своего крестного? Я думаю, и доктор Абелю найдется там место. Бам! Ай! Ай! Вы абсолютно правы. Может быть, коньяк? Вино? Благодарю, но я очень тороплюсь. Гануссовна. Да. Скажите честно, это вы, вы подослали ту проститутку к Вольфу? Проститутку? Какую проститутку? Дешевую, которая работает под мостом. Я не понимаю, о чем вы говорите? Гануссен. Либо вы мне честно признаетесь, мы с вами будем друзьями, либо... Гануссен. Ну, виноват. Но ведь это вы, вы первым пренебрегли мною. А мне нужно было добиться своей цели любой ценой. И я, как видите, ее добился. Всего хорошего, Петр. Всего доброго, Ганусс. Надеюсь, мы все же станем друзьями. Время покажет, Гануссен. Время покажет. По-моему, там людей в черной форме больше, чем зрителей. Мне это не нравится. Мне это не нравится. Публика их боится. И, Вольф, я тоже боюсь. Ой, Лёва, прекратите разводить ненужную панику. Вероятно, в антракте должен приехать руководитель Рейха, а эсэсовцы, эсэсовцы его охрана. Вот и все. А зачем ему интересна охрана в театре? Кого боятся руководители Рейха? Он никого не боится. Все его боятся. А вы что? Вы с ним знакомы? Я знаю многих руководителей Рейха. О, это уже интересней. Кстати, именно они интересуются нашими способностями. Вы слышали, а? Нашими. Так все-таки вашими или Вольфа? И моими тоже. Да, да, и моими тоже. Между прочим, я говорил вам, я предупреждал, что пользуюсь неким расположением этих господ именно в силу своих способностей. Иначе, как вы думаете, почему они разрешили гастроли в Берлине еврею-мессингу? Да? И почему же? Ты говорил о том, что среди твоих друзей очень много высшего руководства Рейха. Да. Теперь я понимаю, они в своих целях хотят использовать мои способности? Разумеется, хотят. Конечно, но... Но что здесь противоестественного? Противоестественного. Что? Что? А что тебя так удивляет? А то, что моими способностями интересуются ярые антисемиты, это во-первых. А во-вторых, то, что ты вводишь с ними дружбу, и вот это кажется тебе нормальным... Да что я должен считать нормальным, я не понимаю. А то, что из Германии уезжают евреи, уехал Эйнштейн, и Брехт уехал, и... И только мы, как полные идиоты, приехали сюда. Я прошу меня к этой категории не причислять. Не до шуток. Вольф, успокойся. Я спокоен. Не волнуйся. Лёва, я спокоен. Тебе же выступать. А что мне делать? Что мне делать? Я живу в этой стране, понимаешь? Я живу в этой стране. У меня семья, у меня трое детей. И, между прочим, я много, многого добился в этой стране. Мне обещана лаборатория со штатом сотрудников. А антисемитизм – это политика. Тебе незачем бояться политики. Нам нужно получить лабораторию. А политика изменится. Обязательно изменится. Я уверен, в ближайшее время изменится. Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте, Вольф. Канарис? Господин Канарис? Какими судьбами? И вот эта форма... Должен заметить, что я занял свое положение не без вашей магической помощи. Рад вас видеть, господин Мессинг, но я по делу. Господин Ганусин, прошу вас проследовать за мной. Но... Да, но... Через пять минут у нас выход на сцену. Я должен быть... Господин Мессинг может начать без вас. Как? Прошу вас, господин Ганусин. Но я... Я же... Господин Канарис, Простите, но у нас выступление вдвоем. Ваша слава гремит на всю Европу. Начинайте один. Вольф, я прошу тебя, не волнуйся. Я... Я вернусь через мгновение. Я не выйду без тебя. Разумеется. Да, да, да. Да, господин офицер. Я не начну выступление без Эрика Ганусина. Желаю успеха. А куда они его повели? Наверное, канцлеру. К канцлеру? Зачем? Зачем, зачем? Зачем? А я знаю, зачем. Вольф. Что? Ты должен выступать один. Нет. Вольф, я заклинаю тебя. Я не выйду на сцену один. Вольф, это... Я сказал, они не имеют права. Какое не имеют права менять программу? Тихо, 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 тихо. Что тихо? Что тихо? Не отстань. Выпей лекарство. Не надо. Не надо. Тебе выходить на сцену. С бродящими цирковыми артистами так не поступают. Нет. Они с ними так не поступают. Они их просто выгоняют. Да. Они их выбрасывают. Вон, из Германии. Черт, товарищи. Черт, ты, дороги. Кто дал им это право? Им его никто не давал, Вольф. Они его взяли сами. Хватит. Хорош трепаться. Давайте лучше решать, как будем выбираться из этого дерьма, в которое мы влипли. По моей вине. Нет. Нет. Да перестань ты, по твоей. Черт знает, что такое. Боже мой. Уже пять минут, как мы должны быть на сцене, а? Черт знает, что. Эй. Питер, извините. Вольф. А? Ну что? Вольф, коллеги. Закройте, закройте. Выслушайте меня. Ну, ну, ну. Умоляю, только не перебивайте. Вольф. Вольф. Сегодня ты должен выступать один. Что? Как? Я тебя умоляю, не перебивай. Дело в том, что они, они, они хотят посмотреть, на что ты способен один. Как, но? Возражать им бессмысленно. Пойми, приехал сам фюрер. Я думаю, что вопрос о лаборатории решится буквально вот в считанные дни. Вольф. Если ты откажешься, если он откажется, будет скандал. Будет такой скандал, последствия которого я даже, я даже не могу предсказать. Зато я могу. Уважаемые дамы и господа, мы начинаем. Любой желающий из зала может подняться на сцену и мысленно продиктовать мне задание, которое я должен выполнить. Кстати, этот опыт я провожу с завязанными глазами. Есть желающие. Прошу вас. Вальтер Бёль. Лично мной проинструктирован. Итак, ваше имя. Не подсказывайте мне, я сам. Вальтер Бёль. Так? Так точно. Добрый вечер. Вы приготовили задание? Да. Тогда приступим. Я попрошу вас убедиться в том, что это плотная повязка и сквозь нее ничего не убедиться. Он ему приготовил найти в одиннадцатом ряду шарфюра Ганса Руменина, нашего агента. Во-первых, назвать его имя, сказать, кто он по профессии и в каком звании. Отлично. Я ничего не вижу. Итак, господин Бёрль. Попрошу вас мысленно продиктовать мне задание. Я постараюсь его выполнить. Дайте мне вашу руку. Это все? Да, все. Я попробую. Попрошу вас. Попрошу вас. Вы. Встаньте, пожалуйста. Вы. Мне продиктовано, чтобы я назвал ваше имя. Сейчас я попытаюсь. Попрошу вас. Ты так сможешь? Сомневаюсь. Ну, почему же мой фюрер? При соответствующей тренировке я вполне смог бы... Позовут... Позовут... Вы служите... ... В СС, в тайной полиции. Шарфюрер. Так? А? Как он мог назвать его имя и звание? Он же одет в штатское. А теперь, прошу вас, расстегните ваш пиджак и позвольте мне залезть в ваш правый карман. И что дальше? И последнее. Достать из правого кармана пиджака вашу фотографию, мой фюрер, и сказать, кто изображен на фотографии. Это фотография? Садитесь. Пожалуйста. Зачем? Простите, мой фюрер, не понял. Что зачем? Зачем мою фотографию? Мой фюрер, это была моя идея, мой фюрер. Для Мессинга такое задание станет самым сложным. Ибо ваша индивидуальность не поддается гипнозу, либо телепатическому воздействию. У вас слишком сильна психологическая защита. Но ведь он не меня будет ощупывать, а фотографию. на этой фотографии изображен человек, имя которого боготворит вся Германия. Адоль Гитлер. ВЕСЬ ГИД ПОДПИС'S ГИД ПОДПИС' А этот Юды умнее тебя. Слышишь, Ганусинга? ГИД ПОДПИС у вас будет. О результатах работы будете докладывать мне. Нам бы хотелось дать несколько гастролей по городам Германии. Это очень поможет в нашей совместной работе в лаборатории, но без вашего разрешения это невозможно. Я скажу Геббельсу такое разрешение будет. Пришлите его завтра ко мне в резиденцию. Будет исполнено, мусор. Геббельсу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова